МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если это такая легкая процедура для дачника, то, к сожалению, в тепличном хозяйстве и на питомнике никогда не останавливается работа. Потому что для того, чтобы мы подготовились к весне, все процедуры, все процессы мы должны пройти зимой. Что это значит? Это значит закупка грунта, контейнеров, удобрения, семян. Плюс, как обычно, в теплице тепло без наших рук и без дров не бывает, поэтому все эти процессы мы делаем зимой, и для нас зима – это тоже очень сложно. Но все по чуть-чуть, потихоньку все расскажу. На сегодняшнем этапе мы находимся в моей новой теплице. Тьфу-тьфу-тьфу, за окном у нас минус 7, в теплице у нас 22. Что я заметила? Я заметила, что очень большой конденсат и влажность за счет того, что большие перепады температур. Но приобретены были вентиляторы, и мы с этой проблемой справляемся. В нашу теплицу был занесен грунт. Мы закупаем его в Горгазе. Это было всегда. И, в принципе, весь грунт я использую для рассады, для кустарника, для черенкования. Единственное, есть свои нюансы и свои удобрения. Сегодня мы будем с вами черенковать. Грунковать. Грунт обычный, который приходит в бигболях, я его просеяла. Дальше смешала его с водой, просто с обыкновенной водой. Не пропаривала, ничего. Единственное, что он должен быть новый, свеженький, не какой-то старый. Землю я не добавляю. Можно добавлять перлит, можно добавлять вермикулит. Но тут уже по желанию. В каких-то кассетах у нас грунт был уже, вот видите, с перлитом. Он просто держит влажность. Это черенкование лобчатки. Это кустарник. Череночки очень маленькие. Поздно черенковали. И, конечно, оставлять на улице я побоялась. Весь кустарник, который был начеренкован в июне, был пересажен уже в контейнер большего размера, 200-300 грамм. И оставили мы его в теплицах. Это гортензии, лобчатки, ну, в принципе, форзиции, все-все-все, спиреи, все, что есть по зеленому черенкованию, все осталось на улице. Единственное, малышню забрала. Тут небольшое количество, поэтому мне они места не займут. Что касается маточных растений. Мы заносим в теплицу не только малышню, да, но также еще маточные растения, которые нам пригодятся для рассады в следующем году. Я в предыдущих передачах показывала, что мы занесли. Сегодня будем размножать остеоспермой. Остеоспермом или африканская ромашка, капская маргаритка, цветок, который выделяется высокой декоративной привлекательностью. Внешне растение имеет некоторое сходство с ромашкой, однако, в отличие от последней, остеоспермом цветет довольно крупными бутонами, имеющими разный окрас лепестков в зависимости от вида и сорта. Соцветия у растения могут быть простыми и махровыми. Также встречаются полумахровые виды. В фазу цветения остеоспермом вступает в июне, украшая собой клумбу до наступления холодов. Согласно принятой классификации в природе, насчитывается порядка 70 видов остеоспермома и его гибридных разновидностей. Это африканская ромашка, которая кустовая, цветет все лето, но она может в течение зимнего периода, как и многолетний, например, герань, да, все мы знаем герань, мушкаты, остеосперму может оставаться дома на окошке. То есть ему ничего не будет, это просто будет зеленый кустарник, хотя у меня вот, мы, как всегда, все в попыхах, немножко подсушили растение, потом пересадили, потому что мы переезжали с одной теплицы в другую. Но вот прошло три недели после того, как ввезли эти прекрасные ромашки в теплицу. Да, здесь подсохшее, но это уже не восстановится. Но нам самое главное, это вот этот вот кусочек растения, это наш черенок. Черенки, я смотрю, уже здесь с бутонами. Бутоны нам не нужны, будем отрезать это все. Кассету, напоминаю, просеяла, дальше ничего не добавляла, просто вода и грунт. И сейчас будем потихоньку черенковать. То есть нам, в принципе, нужен вот этот вот кусочек, вот оттуда, откуда пойдут корни. Здесь у нас, вот вы видите, начинает цветонос появляться. Он нам тоже не нужен в зимний период времени, у нас цветения не должно быть. Я оставляю вот такой черенок. Это то, что мы будем сажать, и то, что у нас будет в следующем году весной на рассаде. Остеоспермум этот идет белого цвета. Это летник, ну, как бы, если только заносить его в дом. Высаживаем в грунт, потому что он не ампельный, просто обычный кустовой. Остеоспермум представляет собой вечно зеленый многолетний кустарник или полукустарник высотой от 25 сантиметров до 1 метра. Листья зеленые, неравнозубчатые. Как и стебли, они источают сильный аромат. Цветок остеоспермума – это соцветия корзинка диаметром от 4 до 10 сантиметров, состоящая из срединных трубчатых цветков синего цвета и краевых язычковых. Самые разнообразные окраски – белого, розового, пурпурного, фиолетового, желтого и оранжевого. Характерная особенность растения – семена завязывают не трубчатые, а язычковые цветки. Их семена довольно крупные. Остеосперму при должном уходе цветет долго и обильно. Дальше, как же мы это все делаем? Мы проливаем все это водой. Такое, чтобы влажный торт был. Дальше. Всю жизнь, уже лет 15, я пользовалась одной и той же присыпкой – это корневин. То, что я могла найти у нас в магазинах. В прошлом году, зимой, ну, вы знаете, сейчас очень много блогеров, все, которые там рассказывают, показывают. Конечно, я тоже экспериментирую на их ошибках и сама смотрю, врут или не врут. Смотрите, мне попался Редвигрин и Ризапон. По Редвигрину никаких разницы с обычным корневином я не заметила. Причем я его и макала, и замачивала. Ну, то есть, ну, так себе, скажу так. Никакой хвальбы бы я бы не поставила ему. Что касается Ризапона, я купила 100 грамм, у меня уже здесь половины нету. То есть, за один сезон я, наверное, грамм 50 уже израсходовала. Этот препарат мне понравился. Я его тоже заказывала через интернет-магазин. Причем он есть 0,8% и есть 2%. 0,8% – это идет для зеленого черенкования, а 2% – это для древесного черенкования. Причем 2%, который Ризапон. Я сейчас замочила дёрен в сибирику, срезала черенки и поставила в воду. Тоже уже не обмакивая, а просто в воду перемешала с порошком и поставила. Посмотрю, что из этого получится. На сегодняшний момент они у меня, эти черенки, древесные именно, стоят уже недельки-две. Ну, я, честно, не заглядываю туда, потом попозже. Попозже. Что мы дальше делаем? Смотрите. Вот наши ячейки. Почему я выбрала ячейки? Обычно в ящике пикировала. Ну, опять же, это все затраты. Это затраты, это деньги. В ящике это бесплатно. А здесь, получается, эту кассету надо купить. Но в чем плюс? Тогда, когда ты начинаешь пикировать, а ты же пикируешь не тогда, когда там тебе, чтобы солнца не было, чтобы была пасмурная погода, а пикируешь тогда, когда у тебя есть время. Ага, корни есть, кассета есть, все отлично, давайте будем рассаживать. Давайте будем рассаживать. И, не дай бог, это солнце, все, что ты будешь доставать из ящика, то есть это будет открытой корневой системой, а не такой колбочкой, как я вот здесь показывала, да? Вот это будет колбочка с корнями. Ты ее просто раз и перевалила, как будто это маленький горшок. То же самое хорошо черенковать в таблетке. Но, опять же, таблетки это тоже закупаем. И таблетки это тоже дороговато. Поэтому дешевле купить кассету, которую мы уже используем постоянно. То есть, единственное, выбирайте поплотнее, потому что вот я сэкономила на одних кассетах, и получается, что они у меня один-два сезона, и я их просто выкидываю, потому что они непригодны. Лучше взять для черенкования поплотнее пластик для того, чтобы они вам долго-долго служили. Делаем все как обычно, не знаю, все как обычно. Обмакиваем. И, в принципе, вот в таком варианте. Сейчас будем делать всю кассету. И я потихоньку вам буду рассказывать, какие процессы у нас еще происходят. Помимо того, что у нас, да, если это листики сильно большие, длинные, да, вот как я сейчас обрезала, сейчас вам покажу. То есть, вот, я сняла один лист, остается междоузлие, и убираю цветонос, который я вам показывала. Убрала цветонос. И можно подрезать на одну треть листовую пластину для того, чтобы влага не уходила с растения, потому что укоренение происходит при влажности 90% и при температуре 19 градусов. Не надо черенку 25, не надо черенку плюс 7-6, это тоже мало. Но от 14 до 19 прекрасное для черенка, прекрасное существование. Да, для чего нужна палочка, сейчас расскажу. Потому что, когда мы делаем это отверстие и потом прижимаем на вот этом вот череночке, вся наша пудра остается. То есть, если вот... То есть, если вот так вот впихать, да, этот черенок, пудра вся останется сверху. А когда вы делаете отверстие, пудра остается внизу, и корневая система, корнеобразование будет происходить. Значит, смотрите, в зимний период времени черенки укореняются достаточно долго, не так быстро, как весной. Весной, я смотрю, две недели, все, хоп-хлоп, корни готовы. Здесь, конечно, я не очень уверена, что нам будет достаточно солнца, но черенку солнца не нужно, а нужен полутень. Вообще, вы помните, да, когда мы весной черенкуем, я показывала, я всегда ставлю под ящики. Сейчас, конечно, солнца в таком достатке, как весной, нету, поэтому под ящики я ставить не буду. И, конечно, я буду просто накрывать пленкой и поставлю на пол под дуги под пленку, чтобы влажность была. И самое главное – влажность. Сейчас у нас влажность теплицы 60 градусов. Я смотрю туда, у меня там по всему периметру теплицы стоят такие датчики специальные, которые влажность измеряют и измеряют температуру. Конечно, сейчас в теплице жарковато. Я бы с удовольствием переоделась бы в майку, потому что очень жарко. Для меня жарко, хотя я всегда говорю, что я тепличная, я не люблю холод, я не люблю зиму, я обожаю весну и лето. Но зимой мы тоже работаем, работаем во благо питомника. 8 декабря – хорошее время для санитарной обрезки деревьев и кустарников. 9 декабря – можно подкормить комнатные растения. 10 декабря – в саду следует встряхнуть снег с веток деревьев и теплицы. 11 декабря – благоприятный день для обработки от болезней и вредителей комнатных растений. 12 декабря – пора проверить клубни и луковицы цветов, заложенных на хранение. 13 декабря – можно поставить луковицы цветов на выгонку. 14 декабря – благоприятный день для посева семян овощей и зелени для выращивания на подоконнике. Все спрашивают, да, как на питомнике у вас зимуют растения. Смотрите, на улице у нас снега пока нету, все растения в контейнерах, они остаются на улице, мы никуда не заносим. Ничего с ними не делаем. Единственное, как только мы видим, что будут большие снегопады, да, питомник небольшой, как бы нет там особо гектаров, мы быстренько ложим хвойные, то есть все горшки с хвойными растениями стараемся положить под снег. Не для того, чтобы они не замерзли, а для того, чтобы не попортилась хвоя. В прошлом году, все мы помним, сколько было снега, мы уже его не видели с советских времен, столько снега. И у меня очень много хвойных, а именно туй, которые идут высокорослые, пирамидальные, очень много их погнуло растений. Да, они за этот сезон восстановились, все осталось супер, классно, но если бы они были в контейнерах, а не в грунте, мы бы их положили, и все бы было замечательно. Так, один ряд у нас есть. Также для того, чтобы ускорить процесс, да, мы, видите, черенки делаем сверху вниз, чтобы не мешать, то есть не снизу вверх, а сверху вниз. Так, цепляюсь за одно, рассказываю про другое, но так всегда, у меня все, много дел всегда одновременно. Что касается хвойных, хвойные прекрасно восстанавливаются, не переживайте, даже если у вас там где-то что-то пожелтело, почернело, есть препараты для хвойных, и удобрения, и фунгициды, которые можно обработать хвойные растения, чтобы не было заболеваний. Да-да, хвойные растения тоже страдают заболеваниями, особенно в зимний период, после зимы. Хвойные растения подвержены воздействию бактерий и грибков, обитающих в почве или передающихся иным способом. Культуры склонны к фузариозу, корневым гнилям, альтернариозу, раку и другим инфекциям. Одно из самых опасных заболеваний – шубте. У заболевших растений хвоя вначале темнеет, а потом на ней появляются черные точки и полоски – это места развития спор патогенных грибов. У деревьев сохнет и почти всегда облетает хвоя, оно хуже развивается и может погибнуть. Они обгорают, а также еще они боятся снега. Ну, у собачьих котиков и так понятно. Значит, что бы еще хотела сказать про черенкование. В принципе, черенки укореняются всегда, в любой период времени. Но спросите вы, а что я оставлю… Ну, дальше, что с этим растением происходит? Как правило, маточные растения заносятся только для того, чтобы снять деток. То есть потом, как правило, вот эти корни просто выкидываются вон. Вот молодое растение, с него и начинается красота. То же самое с гераней. Мне очень много дачных женщин спрашивают, почему наши герани компактные, красивые, а у них такие высокие и длинные. Значит, герань остается зимовать так же, как и остеоспернум, потом снимается черенок, молоденький, а остальное растение просто выбрасывается. Мы их каждый год омолаживаем. Герань – настоящий домашний доктор. Листья растения очищают воздух, выделяя губительные для микробов бактерицидные вещества. Растение помогает при головной боли, а также восстановить силы после трудного дня, обладая мощной и положительной энергетикой. Герань благотворно влияет на нервную систему, качество сна, а также помогает бороться с вирусными и инфекционными заболеваниями. Существует поверье, что герань отпугивает злых духов, чем охотно пользовались в древности. То есть сортность есть, все есть, то есть сорт остается. Остеоспернум белый – белый. Все это осталось – осталось. А маточник, да и хризантемы также, как правило, маточники все выбрасываются. Так, что расскажу еще по теплицам? Такие вообще еще что происходит? Значит, в зимний период времени на питомнике, помимо того, что идет черенкование, посев, закупка всех нужных материалов, то есть это грунты, семена и все остальное, также идет мы чиним теплицы. Ой, в этом году, я не знаю, дачники, заметили вы или нет, очень плохая пленка. Я всегда была сторонник, что пленка – это супер, лучше, чем поликарбонат. В итоге, ну, мы не метражом покупаем пленку, мы покупаем рулонами. Вроде бы было все как обычно, пленочка, все замечательно, 150 микрон, то есть довольно-таки плотная. Обычно раньше это стояла пленка 2-3 сезона, но в этом году какой-то просто кошмар. Пленку просто разорвало на ошметке, причем неважно, мы накрывали 4 теплицы пленкой, ну, в итоге говоря, ни одной пленки не осталось на осень. То есть эти два рулона, которые были затрачены деньги, просто тупо растворились в воздухе. Я не знаю, что с пленкой в этом году, но она какая-то некачественная. Поэтому был выбран самый дешевый поликарбонат, и на осень, до снега мы, конечно, все это дело накрыли. Не знаю, хорошо или нет, но хотя бы, чтобы простояло, ну, хотя бы года 3-4. Поликарбонат тоже имеет свойство ломаться, да, там, крышиться. Опять же, он темнее за счет своих сот, но хотя бы 3 года. Потому что, ну, как-то совсем на один сезон покупать пленку, с учетом того, что у меня на одном, на самом первом, наверное, парнике, у меня пленка стояла 5 лет, пока мы этот парник просто-напросто, он не сгнил, и мы его не убрали, в другом месте просто построили. Так, что мы еще? А, да, пришли семена, но по посеву я буду рассказывать в следующей передаче нашей по посеву. Сейчас пока только черенкование. То есть, если у вас, конечно, нету теплицы, нету, да, теплицы, но вы бы хотели размножить и поиграться с растениями в зимний период времени, то есть вы соскучились. Да, с дачи уходят осенью такие все замученные, устали от этой прополки, полива, плюс закатки всякие возможные и невозможные. Но зимой уже становится скучно, вы начинаете бегать по семенным магазинам, скупать уже супер-пупер разные семена, цветы, овощи, зелень для следующего сезона. Тоже можете пробовать черенковать. В плане, конечно, может не в кассету, можно черенковать в отдельные горшочки, но запомните, череночку надо влажность 90%, это самое главное. Дальше температура от 15 до 21 градуса и тень. Не обязательно ставить прямо на батарею, да, вот для прорастания семян нам надо 28, а для черенка нам достаточно 21. Поэтому очень внимательно смотрите за температурой и за корневой гнилью. Корневая гниль или черная ножка – болезнь, поражающая растение. Шейка с придаточными корешками чернеет, что ведет к источению тканей. На пораженных местах появляется налет белого или розового цвета. К заражению приводит продолжительное переувлажнение грунта. Гниль препятствует доступу кислорода к корневищам, растение ослабевает и погибает. Болезнь может развиться также из-за орошения холодной водой, высадки культур, недостаточно прогретый грунт, резких температурных колебаний. Что касается полива черенков, если у вас закрытый прониковый эффект для черенкования, и там видите, что влажность достаточная, то есть если вы закрыли пленкой, сделали небольшие отверстия, чтобы была, ну, продуваемость была, и оставляете просто, ну, просто подсматриваете за ними, просто подсматриваете за растениями. Если растение стоит как огурчик, все, столбиком, ничего не трогаем. Если видите, что ваша кассета или ваш контейнер, ну, такой светлого цвета, вот, например, вот видите, вот он светлый, да, можно спрыснуть, то есть влажность ушла. Опять же-таки можно спрыснуть такой вот туманкой, как просто по листовой пластине. И то это там, ну, надо смотреть, все индивидуально. Да, у меня вот такая штука есть классная. Видите, здесь самые разные все. И где-то есть туман у меня. Где-то мой туман. Тумана здесь, наверное, нет. Так, ладно. Просто спрыснуть небольшим количеством воды, чтобы только не было черной ножки или как это загнивание. То есть очень аккуратно, смотрите, гниль. Лучше чуть-чуть посушить капельку, но не залить, потому что корневая гниль, она практически никуда не уходит. Так мы делаем всю кассету. Также можно из черенка взять, вот если мы макушку обрезали, да, ну вот, вы видите, вот у нас макушка обрезанная. Но еще есть стебель. Мы можем также его использовать, этот стебель, для черенкования. Единственное, что сам по себе стволик будет толще, и он дольше будет укореняться по сравнению с тоненьким стебельком. Поэтому я обычно, ну, люблю макушки. У нас маточных хостеосперумов достаточно для того, чтобы снять черенки для полной кассеты. Значит, засаживаем всю кассету, опрыскиваем пульверизатором туманным, таким рассеянным, и закрываем пленкой. Как правило, у меня ставится обычный большой ящик и накрывается пленкой. Как вы там придумаете, смотрите, чтобы только не было никаких прямых солнечных лучей, потому что в зимний период времени, если морозы, и у нас достаточно солнца, и если у вас стоят черенки на окошке, лучше их переставить куда-то на северную сторону. В принципе, все, что, наверное, я хотела рассказать про черенкование, это все черенкуется в зимний период времени, потому что мы готовимся к следующей весне 2024 года. С вами была я, Ольга Вишневская. Наша передача «Удачи на даче!» Субтитры создавал DimaTorzok